Беспилотники Северной Кореи, военные Юга приносят извинения за провал преследования. Военные Южной Кореи принесли извинения за то, что не смогли сбить пять беспилотников, которые Северная Корея пересекла их общую границу в понедельник. Привет всем Сеул произвел предупредительные выстрелы и направил самолеты и ударные вертолеты, чтобы сбить самолет, один из которых пролетел недалеко от столицы. По сообщениям, несмотря на пятичасовое преследование, все беспилотники вернулись в Северную Корею. Президент Южной Кореи заявил, что этот инцидент показал, что боеготовность военных крайне недостаточно. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, который представляет основные виды ее вооруженных сил, признал в своем заявлении во вторник, что, хотя военные могут противостоять боевым беспилотникам, представляющим реальную угрозу, их способность обнаруживать и наносить удары по более мелким дронам ограничена. Шпионские дроны. Неподготовленность наших вооруженных сил вызвала большую озабоченность у людей, сказал высокопоставленный чиновник Кан Шин Чу. Он добавил, что военные будут активно использовать устройства обнаружения, чтобы обнаруживать беспилотники противника на ранней стадии и агрессивно развертывать ударные средства. В Сеуле Джин Маккензи заявила, что это вызывает обеспокоенность, поскольку беспилотник, пролетевший недалеко от Сеула, мог проводить операции по наблюдению и фотографировать важные районы. Выступая на заседании Кабинета министров во вторник, президент Юн Сок Ель заявил, что будет стремиться ускорить создание военного подразделения для наблюдения за военными объектами Северной Кореи в ответ на инцидент в понедельник, которое будет снабжено передовыми дронами-невидимками. Он также обвинил своего предшественника Мун Ча Жина в его опасной политике в отношении Северной Кореи, которая включала межкорейский военный пакт 2018 года, запрещающий враждебные действия в приграничных районах. Вторжение в понедельник стало первым за пять лет случаем, когда северокорейские беспилотники вошли в воздушное пространство Юга, и произошло это на фоне усиления напряженности на полуострове, поскольку в этом году Север провел рекордное количество ракетных испытаний. Местные СМИ сообщали, что во вторник в Южной Корее был замечен еще один возможный беспилотник, но Министерство обороны заявило, что это была стая птиц. Ранее в этом месяце Север заявил, что провел серьезные испытания, необходимые для разработки его первого спутника-шпиона, который можно было бы использовать для наблюдения за Южной Кореей. Он опубликовал аэрофотоснимок Сеула, который, по его словам, был сделан во время испытаний. Эксперты считают, что Северная Корея работает над совершенствованием и улучшением своего оружия, одновременно оказывая давление на Соединенные Штаты, чтобы они ослабили санкции в ходе любых будущих переговоров. Подпишись на канал.